Мир вам, дорогие братья и сестры! Дорогие сестры, с праздником, Днём Матери! Я хотел бы, чтобы моя следующая проповедь была для вас подарком, потому что будет направлена не только к вам, а также к вашим детям, подросткам и молодежи на доступном для них языке. Потому что нет больше радости, как слышать продолжите, что дети наши ходят в истине. Итак, открываем Исход 14, 11-12. Исход 14 глава, 11-12 стихи. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привёл нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Из прочитанного текста, а это был крик души израильского народа, мы замечаем ещё один очень важный штрих пустыни. Пустыня – это смерть. «Что ты привёл нас умирать в пустыне?» – вопросительный знак. Хороший вопрос и очень-очень точный. Сами того не сознавая до конца, израильтяне очень точно выразили цель пустыни. Верно? Господь и привёл их умирать в пустыню. Только кто должен был умереть? Правильно! Господь их привёл на смерть в пустыне. Только чья смерть должна была произойти? В названии сегодняшней моей проповеди, а это продолжение серии «Через пустыню в землю обитованную» будет три слова, но мы озвучим только два. Третье слово добавится в заключении проповеди. Молодёжь, задание для вас, и дети тоже. Попробуйте догадаться, что это за третье слово в названии. Итак, вот она тема. «Пустыня смерти троеточия». А действительно, кто должен умереть в пустыне? И почему именно смерть? Разве нельзя как-то иначе? Да, наша ветхая природа постоянно ищет другие пути, чтобы избежать смерти. Ибо лучше нам быть в рабстве египтян. Оставь нас, пусть мы работаем там. Лучше быть в цепях, под плётками, под ударами, только бы не умереть в пустыне. Вы слышите голос нашей плоти? Она никогда не согласится на смерть. Никогда не согласится на крест. Сегодня мы освежим в нашей памяти путь добрый. Это единственный верный путь выхода из пустыни. И повторим те пути, которые кажутся добрыми. Но их конец – путь в погибель. Цель моей проповеди – убедить, удостоверить и доказать на основании священного писания, что другого пути нет. Именно смерть в пустыне. Только весь вопрос в том, кто должен умереть. Сегодня эти глубокие духовные истины мы будем говорить простым детским языком. Я специально приготовил проповедь «Дети для вас», «Молодёжь для вас» и «Подростки для вас». Проповедь, а это будет простой рассказ. Мы столкнёмся со зверями. Дети, вы любите зверюшек? Я очень люблю. К сожалению, не все зверюшки добрые. Читаем об этом титул, 1 глава 12-13 стихи. «Критяне всегда лжецы». Что там дальше? «Злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по сей причине. Обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Так это же к верующим людям. Это к нам. «Послушайте, вот кто скрывается в нашем сердце. Злой зверь, утроба ленивая». Вы согласны? Это свидетельство справедливо, и это свидетельство Писания. Слушайте. «Именно злой зверь скрывается в нашей ветхой природе, даже верующего человека. По сей причине нас нужно верующих обличать строго, дабы мы были какие? Здравы в вере». И Библия много говорит о зверях. По самым скромным подсчетам, более тысячи стихов. Только про собак и псов мы находим более 70 стихов в Библии. В проповеди, а это будет небольшой рассказ из жизни, мы пойдем вместе с нашими братьями-благовестниками от дома к дому и посмотрим на шесть табличек, с которыми они столкнулись. Эти таблички будут иллюстрировать шесть пунктов моей проповеди. Пять пунктов и пять табличек будут показывать неверные пути, которые сегодня избирают христиане, чтобы выйти из своей духовной пустыни. Да, желание выйти правильное. Пути все до одного неверные. И мы с вами говорили в прошлых проповедях, если вы помните, в первой и второй проповеди, сколько неверных путей сегодня избирают христиане. Среди них погоня за миражами, среди них суета внешнего служения, среди них даже перемена местности или даже церкви и учения. Среди этих путей попытки сделать служение более веселым, но ведь только одна жманна в пустыне. Как хочется повеселее сделать служение. Все это неверные пути. Мы посмотрели во второй проповеди, помните, пустыни Авигея, те пути, которыми пробуют выйти из духовной семейной пустыни христиане. Среди этих путей мы видим, что это разочарование в семейной жизни и постоянные попытки исправить своего супруга. Помните ту книгу «Идеальный муж» за неделю? Да-да, сколько сегодня сестер пробуют исправить своих мужей, а сколько братьев пробуют исправить своих жен. Кроме всего среди этих путей разочарование, непрестанная семейная война, днем война, а ночью перемирие. Кроме этих путей мы видели еще пути, когда люди даже молятся Богу, чтобы Господь наконец исправил моего мужа или жену. Тоже неправильный путь. Почему? Да потому что в конце этого поклонения стоит мое желание, чтобы мне стало хорошо. Боже, сделай моего мужа таким заботливым, чтобы он дарил мне цветы, чтобы он был совсем очень хорошим. А для чего? Да чтобы мне было хорошо. Потому на эти молитвы Господь не отвечает. И даже последний ужасный путь развод все больше входит в наши церкви. Вы помните статистику? Среди американцев 50% разводов. Среди христиан в Америке 40%. Среди славян-христиан уже до 8% разводов. И самое страшное, это этот процент растет с каждым годом. Желание выйти правильно из духовной семейной пустыни. Способы опять все до одного неверные. Посмотрите, молодежь, на эти способы и ужаснитесь этих путей. Мы будем сегодня снова говорить о единственном, правильном, добром пути выходе из духовной пустыни. И даже из семейной духовной пустыни, какой бы она ни была. И этот путь будет озвучен только в шестом пункте. Итак, пять неверных путей и последний правильный путь. На самом деле, этот рассказ составлен из нескольких подобных случаев, о которых мы будем говорить, которые рассказывали братья. Я просто собрал их вместе и сделал один рассказ. Итак, первый пункт. Текст. Критяне всегда лжецы и злые звери. Иллюстрация. Братья-благовестники приехали в дальнюю деревушку, чтобы провести евангелизацию. Договорились с директором клуба, повесили объявление. Оставалось еще больше часа до собрания. И они решили пройтись по домам, чтобы пригласить людей на это собрание. И вот здесь начинается самое интересное. Деревенька маленькая, деревенька бедная. Все друг друга знают. Но вокруг каждого, каждого дома огромный забор. Братья недоумевают, от чего здесь огораживаться. И что тут брать или воровать у этих людей. Зачем нужны эти заборы. Только подходят к одному забору, к калитке. А на калитке написана надпись. Первая табличка. И вот наш первый пункт. Осторожно, злая собака. Только они взялись за калитку, чтобы ее открыть. Как тут же за калиткой на территории огороженным забором начался сильный злобный лай. И зайти уже не удалось. В общем-то, табличка не обманывала. Пока не прикоснулись к калитке, к территории этой собаки. Она мирно спала. Ей было все равно, кто там ходит по дороге. Но как только взялись за ее территорию, за калитку, она тут же показала, что эта территория находится под охраной. Наш внутренний зверь всегда будет иметь свою территорию. И всегда будет ее рьяно защищать. Один брат говорит своей жене, не буди во мне зверя, как точно он выразился. На самом деле это предупреждение. Осторожно, жена. Ты заходишь на территорию зверя, сейчас ты его разбудишь, он проснется, тебе будет плохо. У зверя всегда есть своя территория. И послушайте, наш внутренний зверь всегда ее будет рьяно защищать. Я слышал совет лесничего, который говорил этот совет тем, которые в лесу оказались нос к носу с медведем. Ну, пошли по ягодам или грибам, или вдруг оказались, столкнулись с медведем. Что делать в такой ситуации? Бежать бесполезно. Медведь догоняет самого быстрого человека, потому что бегает быстрее. А нужно следующее. Лесничий, зная психологию зверя, дает правильный совет. И он говорит, послушайте, нужно, стоя лицом к этому зверю, не поворачиваться, не убегать, не показывать, что ты испугался, но показать зверю, отходя назад потихонечку, что ты не претендуешь на его территорию. Зверь не рассматривает нас, как добычу. Мы ведь не входим в ежедневный рацион питания его, пока мы не побежали. Он рассматривает нас, как злостных нарушителей его владений, за которые он будет до смерти сражаться. Это его территория. Никто не имеет права заходить сюда. Вот так рассуждает зверь. Послушайте, наш внутренний зверь всегда будет защищать свои владения. Сюда могут входить свои планы, свое время, финансы, вещи, хобби, родня, а у детей свои игрушки. Просто удивительно наблюдать за нами верующими. Пока ты не касаешься этой личной территории, все хорошо. Кажется, зверя в помине нету. Но попробуй за день родню. Попробуй за день детей. Попробуй за день твое место, на котором ты сидишь. Один брат рассказывал, на праздник он пригласил американцев в нашу церковь. Американцы пришли, как обычно, без пяти, до начала собрания. И что? Все места заняты. Брат смотрит, некуда посадить. Он повел их на первые ряды. Он побоялся даже попросить просто членов церкви, чтобы они немножко подвинулись, чтобы посадить американцев. Он попросил свою родню, зная, что родня же все-таки не откажут. Он несколько минут пытался объяснить своим родным, что он хочет. Что он хочет, чтобы они просто подвинулись. Они смотрели на него непонимающими глазами. Мы сидим на этих местах 10 лет. Что ты хочешь от нас? Мы никому их не отдадим. Наконец, когда до них дошло, и они подвинулись, этот брат говорит, лучше бы я этого никогда не делал в жизни. Теперь я самый страшный враг для моих родных, которых я подвинул. Послушайте, люди снаружи никогда не придут в такую церковь, которая не готова уступить свои места. А мы готовы? Это вопрос. Когда я приехал сюда учиться в семинарию, это было уже 18 лет назад, я удивлялся. Я удивлялся вежливости американцев. Они меня еще не задели, только подошли немножко поближе, и уже все извиняются. «Excuse me, excuse me, мне так было приятно». Я думаю, какие вежливые люди. Я потом спросил у наших студентов, я говорю, а что они так все извиняются? Они говорят, ты что не знаешь? В Америке у каждого человека есть personal space, два фита. Никто не может зайти на твою территорию без извинения. Ты знаешь, сколько было уже судебных процессов, когда человек по неосторожности зашел на чью-то территорию и не извинился? Ты думаешь, они из вежливости извиняются? Нет, большинство из них извиняется из-за страха, что ты на них в суд можешь подать. Я был в шоке. Они спрашивают меня, а у вас там в России есть personal space? Я говорю, мы даже об этом никогда и не слышали, когда тебя в автобусе зажмут так со всех сторон, что ты можешь ноги поднять, и ты не упадешь. И никто не извиняется. Какой там personal space? А потом мне говорят, а слушай, а у ваших детей есть по комнате? Я говорю, есть по комнате, только в этой комнате может жить три семьи. И никакой personal комнаты и personal space. Они так все удивлялись. Вау, да как же вы так живете? Я говорю, нормально живем, очень даже хорошо. А преподаватель семинарии, когда мы к нему пришли на первый предмет, а этот предмет был для подготовки миссионеров для работы в других странах, и он сразу же на первом уроке показал нам два рисунка и задал загадку. Может быть, я ее задавал вам уже, но я хочу проверить, насколько вы ее помните. Два рисунка были почти одинаковых. На обоих был изображен квадрат и полоска. Только на первом рисунке они стояли вместе, почти рядом, а на другом рисунке были поотдаль друг от друга. И преподаватель семинарии дал нам подсказку. Он говорит, вот эта вещь, ужасная вещь, произошла в Америке за последние 50 лет. Мы гадали со студентами, но никто не мог отгадать. Никто из нас не мог отгадать. Кстати, две недели назад я задал эту загадку о нашей славянской молодежи в одном из городов, где я был. Как вы думаете, наши славяне тут же отгадали ее? Молодцы! Smart people! Наши славяне, молодежь знает, что происходит в Америке. Мы, средний возраст и пожилые люди, может быть, имеем эйфорию от Америки. Молодежь уже давно ее не имеет. Они знают, что происходит в Америке. Наша молодежь догадалась сразу. Так вот, этот преподаватель, видя, что мы не можем отгадать, американские студенты не могли отгадать эту загадку, он, наконец, сказал ответ. Так вот, слушайте ответ, что произошло в Америке за последние 50 лет, и это ужаснейшая вещь. В Америке за последние 50 лет произошел ужасный индивидуализм. А раньше, 50 лет назад, дома строили, и этот показывал первый рисунок, рядышком с дорогой. Поэтому квадрат, символизирующий дом, и полоска, символизирующую дорогу, они были рядышком друг с другом. 50 лет назад американская нация были общительны, были открыты, были любящие Бога люди, которые открытые дома держали. В гостиной всегда был горячий чай, любой мог зайти, и они могли беседовать, они радовались каждому приходящему человеку. Дома, сердца и души были открыты у американцев. Через 50 лет даже дома стали ставить подальше от дороги, символизируя и показывая всем, что я и мой дом – это крепость. Не имей права заходить сюда без разрешения. Не подходи ко мне ближе двух фитов, не касайся моей комнаты, это все мое. Преподаватель семинарии сказал, более страшной эгоистичной страны, индивидуализированной до крайности, я не видел во всем мире. Послушайте, за 50 лет эта христианская страна, которая столько сделала, даже для нас, помните, сколько Библии, сколько миссионеров она посылала. И за 50 лет дьявол смог сделать с этой страны страшных эгоистов, индивидуалистов, которые готовы в суд на тебя подать за то, что ты просто приблизился к ним на два фита. Вот что сделал дьявол, индивидуализм и наш внутренний зверь с этой страной. На крест его. У него только одно место. Это крест. А мы разве сегодня в лучшем положении, христиане? Я уже сегодня приводил вам пример с этим местом. Но это не только. Мы готовы провести черту вокруг себя и не только в местах, а действительно во всей нашей жизни. И ведь, смотрите, как и среди медведей в лесу может быть глубокий мир и покой просто, когда никто не заходит на другую территорию, так и мы часто в церкви можем иметь такой мнимый покой, когда просто никто никого не задевает. Да-да, никто не подходит ближе двух фитов, условно говоря. У нас есть свои понятия в кавычках. У нас есть свои правила, и если никто вроде бы их не задевает, тогда у нас духовный покой. Друзья, но настоящий ли это мир и покой? А вот Господь допускает раздражающую ситуацию в семье, в церкви. И где наш весь этот покой? Почему мы начинаем негодовать, злиться, раздражаться на нарушителя этого покоя? Послушайте, уже как-то это было в истории. Про кого это говорит псалмопевец? Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Иисус Христос всей Свою жизнью и учением Он только и делал, что нарушал эти проведенные заграждения и территории. И люди злились на Него. Они готовы были Его распять, потому что Он задевал их внутреннего зверя. Не нарушителя покоя нужно распинать. Нужно распинать нашего внутреннего зверя. Настоящий покой – это не отсутствие раздражителей, это отсутствие злого внутреннего сердечного нашего зверя через Его сораспятие и смерть со Христом. Второй пункт. Текст. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Галатам 5, 13. Продолжение иллюстрации. «К следующему дому братья даже близко бы дойти не могли, хотя не было никакой таблички. И собака лежала не внутри забора, а снаружи, вроде бы такая добрая, хорошая, но стоило братьям приблизиться, как нападет на них, еле ноги успели унести». Послушайте, вот что сегодня происходит и в христианстве. Сегодня мы слышим все больше и больше и сильнее голоса, которые выступают за то, чтобы не было уже никаких заборов, никаких сдерживающих понятий, никаких табличек, чтобы была полная свобода. Вот чего добивается наш внутренний зверь, чтобы ничто больше не сдерживало, никто тебя ни в чем не останавливал. Полная свобода. А вот еще интересный момент. Во всех славянских церквах в Америке есть небольшой отток в американские церкви. Подсчитывают примерно в среднем до 5% с каждой церкви. Но вот интересные факты. Все, кто переходят и идут в более свободные церкви, и я не слышал ни одного случая, чтобы перешли в более строгие церкви. Почему? Если хотят уходить, чтобы иметь более серьезное духовное попечение, почему идут в более свободные церкви? Почему не идут в минонитские церкви, где все сестры покрыты, всегда ходят в длинных сарафанах, и в этих церквах даже лошадь готовы подарить тем, кто перейдет? Друзья, даже лошадью не прельщаются. И на новом месте даже членами церкви не становятся. Да, можно на поверхности приводить много разных причин. Причина по-настоящему одна. Наш внутренний зверь не может терпеть никаких ограничений, никому не хочет быть подотчетен. Вкусив в этой стране вседозволенности, он всегда будет требовать полной свободы для себя. В Библии читаем, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Настоящая свобода, послушайте внимательно, «Это не полная свобода для зверя, о чем мы слышим сегодня призывы, а полная свобода от внутреннего зверя через его сораспятие и смерть со Христом». Третий пункт. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Римлянам 8 глава 3 стих. Продолжаем иллюстрацию. Братья идут дальше. «Следующий дом, тоже огороженный забором. Братья в Америке. Приехали христиане из бывшего СНГ, из строгих церквей, и как с цепи сорвались». Точное утверждение. Их там, в этих строгих церквях, и держали на цепи. И как только они приехали в, видимо, кажется, свободную страну, вся эта цепь тут же порвалась. Печальное состояние. Но Павел ведь тоже говорит, «Порабощаю и усмиряю тело мое». Да, цепью нужно начинать, но нельзя цепью заканчивать. Библия говорит, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Закон никого не смог ни удержать, ни спасти от греха. Одной только цепью обойтись нельзя. Нужны более радикальные меры по отношению к нашей плоти. Многие христиане посадили свою плоть на цепь и успокоились. А нужно, послушайте, что делать, держа своего внутреннего зверя на цепи, вести его, чтобы он не убежал, на смерть, на сораспятие и на крест со Христом. Четвертый пункт. Текст «Может ли Барс поменять пятна свои?» Иеремия 13.23. Иллюстрация. Братья идут дальше. Следующий дом и опять заборы табличка. Собака, слово злая, наполовину стерлась. На крылечке дома приветливые хозяева. Говорят, заходите, не бойтесь. Собака не тронет, она дрессированная. Братья заходят, встречает пес, кажется совсем не злой, виляет хвостом, лижет руки. Ну, наконец-то, вы дрессировали. Многим верующим кажется, что это и есть самый правильный путь. Дрессировка. Многие сестры хотят из своего барса, мужа, сделать барсика. Но опять мы видим что-то не то. Писание говорит очень точно. Может ли барс поменять пятна свои? Ответ очевиден. Не может. Наш внутренний зверь, этот барс, никогда не поменяет ни своей звериной сущности, ни внешних пятен. Но какое огромное количество верующих в упор не видят этого очевидного ответа Библии и до конца не верят Слову Божьему и пытаются, и пытаются в семейной жизни выдрессировать свою вторую половину. Получается? Ну да, кажется, получается. Но до определенного случая. Вот пример. Как-то сыновья одного царя сильно спорили. Можно ли изменить человеческую природу? Отцу надоело их слушать. Он дал им время и сказал, представьте наглядные доказательства. Время прошло, приходят оба сына, и он говорит, ну все, давайте, показывайте ваше доказательство вашей правоты. Первый сын хлопнул в ладоши. Открывается дверь, слуга открывает ее, и заходит дрессированный кот на задних лапах, на передних лапах держит поднос с дорогим сервизом чайным. В сюртуке подошел к царю и встал в услужливой позе. Царь был рад. Это твое доказательство? Но если так кота можно выдрессировать, значит и человека можно изменить. А ты что скажешь, говорит он второму сыну? Тот тоже хлопнул в ладоши, открывается дверь, заносят маленькую коробочку. Это твое доказательство? Ну да, ну открывайте. Только начали открывать маленькую коробочку, как вдруг из нее выбежала, кто сестры скажите, кого вы всех больше боитесь? Маленькая мышка. И побежала тихонечко в свою норку. Как только наш кот увидел мышку, он забыл в присутствии, кого он стоит. Он все забыл, он забыл сколько его дрессировали, он забыл в чем он одет, что у него на лапах. Он все это бросил. На ходу, теряя этот дорогой сюртук, не слыша этот разбивающийся сервиз, он бросился за этой мышью. Отец сказал, ну да, сколько ни дрессируй, а природу кота так и не поменяли, и человека изменить невозможно. А вот еще один пример. Недавно я услышал, как у нашего одного брата, ну, они взяли ради детей игуану, такая, знаете, декоративная ящерица, ну, и забыли ее кормить. Ну, дети, знаете, забыли кормить эту ящерицу, и она однажды укусила за палец, ну, и сильно, так тихонечко укусила, ну, отца, хозяина этого дома. И знаете, когда она укусила отца, она как будто начала плакать. И ходит, и ходит за этим отцом, и как извиняется, кается. Отец говорит, да ты не плачь, я тебя уже простил. Ну, не плачь ты, не переживай, я понимаю, что тебя не кормили, ты хотела кушать, ну, и не сильно же укусила. И она ходит, три дня за ним ходила, все как бы извинялась и каялась. А рана не заживает. Пошли к ветеринару. Ветеринар был опытный. Он спросил, какая игуана тебя укусила? Он говорит, вот такая, такая. Описал ее подробно. А он говорит, а какое поведение игуаны было после того, как она тебя укусила? Отец говорит, ну как, она три дня за мной ходила и каялась, чуть не плакала все время за то, что меня укусила. Хе-хе, говорит, не торопись так думать. Игуана впрыснула тебе яд и ждала, когда ты упадешь. Это ее поведение такое. Она как будто кается, ходит за своей жертвой, как будто плачет, ей так жалко. Но на самом деле она ждет, пока ты замертво упадешь. Хорошо, что яд игуаны был не таким сильным для человека, так что отец не упал замертво. Но он взял для себя урок. Послушайте, сколько в наших рядах христиан сегодня этих покаяний наподобие игуаны. Подумайте об этом. А вот еще один пример. В одном цирке был очень замечательный номер. Дрессировщик так выдрессировал собак, что были просто все в восторге. Когда они делали разные-разные номера на сцене, а в конце облаченные фафраки и длинные платья, взявшись под передние лапки, они ходили ну прям как люди. Дети все были в восторге. Зрители были в восторге. Ну прям как люди. И вот номер закончился. Дрессировщик завел своих подопечных за кулисы, а сам побежал позвонить. И кто-то в этот момент из благодарных зрителей бросил этим собачкам кость. Собак было не узнать. Фраки и платья летали по всему цирку. Началась такая драка, такая злоба. Друзья, не изменили этих дрессированных собачек. Как и те собаки, наша плоть может быть хорошо выдрессирована, спокойно ходить, чинно сидеть, умно рассуждать, но стоит кому-то подбросить нам кость, островатую тему, и нас не узнать. А вы вспомните себя, сколько раз это уже происходило с каждым из нас. И только потом удивляешься, так это был я или нет? Почему я себя так вел? Не ты вел себя, да, внутренний зверь, ты ему поддался, но отвечать будете оба. Поэтому правильно говорит Писание, невозможно барсу поменять пятна свои и звериной сущности своей. Дрессировкой, обузданием надо заниматься, но нельзя и ограничиваться. Почему? Пес возвращается куда? На свою блевотину. А вымытая свинья куда пойдет? Валяться в свою грязь. 2 Петра 2,22. Идут как-то два молодых человека, верующих по городу, рассуждают о слове. Мимо проходит девушка. Один раз брат раз и оглянулся на нее. Идут дальше, проходит снова девушка. Этот же брат раз снова оглянулся на эту девушку. Второй брат заметил это и говорит. Послушай, говорит, брат, если ты свою старую блудную плоть не поведешь на смерть на кресте, через некоторое время она утащит тебя в старую грязь, в блуд. Точно так и произошло. Через некоторое время этот брат молодой упал в грех и был отлучен. Если мы свою старую, вымытую, выдрессированную свинью не поведем на смерть на кресте, рано или поздно, запомните, молодежь, она обязательно поведет вас в свою старую грязь, и другого ничего не будет. Поэтому на смерть ее. Пятый пункт. Страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4.1. Идем с братьями и благовестниками. Следующая табличка. От всего слова «собака» осталось только последние четыре буквы. БАКА. Старый больной пес лежит в углу забора. Братья осторожно заходят. Пес поднял голову. Сил у него хватило только слабо порычать. И территория, за которую он готов биться, сузилась в соответствии с его ослабленными силами до места, на котором он сам лежит. Да, Господь через пустыню трудностей, болезней начинает забирать наши плотские силы, то есть обессиливать нас. Помните пример брата? Возникает напряженная ситуация в семье с женою. Эх, так бы поругался уже. Да уж сил нету уже сейчас. Лучше простить. Вот что делает Господь. Как радикально это расходится с нашими желаниями. Мы хотим быть сильными, здоровыми, деятельными, как нам кажется для Господа. А Господь желает, чтобы наша плоть вообще обессилила. Ибо сила моя совершается как? В немощи. 2 Коринфянам 12, 9. И еще, страдающий плотью перестает что делать? Грешить. 1 Петра 4, 1. Да, Господь допускает болезни, немощи, которые забирают все наши силы. И силы на грех уже не остается. Но почему и этот путь тоже не достигает цели? Да стоит плоти выздороветь, как она бросается на грех с удвоенной силой. А вот еще пример. Одна сестра, бывшая танцовщица, которую Господь через болезнь ног посадил в инвалидную коляску, и через эту болезнь она пришла к Господу. Братья пришли к ней и говорят, сестричка, ты хочешь, чтобы мы помолились за тебя? Господь силен, Он может тебя даже выздороветь, и ты будешь снова ходить. Эта сестра говорит, ни в коем случае, дорогие братики, ни в коем случае. Они говорят, почему, сестра? Да потому, что я боюсь, что если Господь меня поднимет с коляски, я не удержусь. Эта старая природа меня снова потащит на танцы. Я погибну. Лучше мне быть в коляске. Лучше. Потому, что тогда плоть не бежит на танцы. Но ведь в данный момент она не ходила на танцы. Да, не ходила, потому, что не могла. Поэтому и этот путь не доводит до цели. Сколько не страдай, но как только страдания прекратились, плоть наша все равно выживает. Она выживает в болезнях, в страданиях, в переживаниях. Она выживает везде, кроме креста. Поэтому Господь сказал, единственное средство для нашей плоти – отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Наш рассказ подошел к концу. Подождите, но ведь вначале вы говорили, что будет то шесть табличек, а мы прошли только пять. Послушайте, ни в одном реальном случае шестой таблички не было. А так хотелось бы, очень сильно хотелось бы, чтобы она была. Это шестая последняя табличка. Шестой пункт. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2.20. Последнюю табличку логически хочется представить так. Следующий дом, никакого забора. В траве лежит старая ненужная табличка. Осторожно, злая собака. Что снова это предупреждение? Только добавлена такая важная, такая желанная надпись. Когда-то жила. Заходим вначале осторожно, затем все смелее, нет никакого лая, ни рычания, ни ропота, ни злости. Никто не бросается. Кругом цветы, плоды. Поговорились с хозяевами. А где ваша собака? Была, да умерла. Новую не заводим. Стали настоящими верующими. Подведем итог. Молодежь, вы догадались, кто должен умереть в пустыне? Какое третье слово мы добавим к нашей теме проповеди? Пустыня, смерти, кого? Гордости. Нашей ветхой природы, нашего старого Адама, нашего эгоизма и так дальше. Кто-то очень хорошо подметил, что смирение – это такая редкая трава, которая растет, послушайте, только на могиле гордости. А помните цель пустыни? И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. Заметим, смирять – это процесс, а смирить – это конечный результат. Господь ведет нас через трудности пустыни, чтобы, наконец, пришла к смерти моя гордость, мой ветхий человек. Правильный ответ. Господь привел нас в пустыню не для физической смерти, чего так боялись израильтяне, а чтобы обессилела и умерла наша ветхая природа, умер наш злой зверь, умерла всякая надежда на себя, умерла наша гордость, эгоистичное я. Итак, добавляем последнее слово к нашей теме – пустыня, смерти, гордости. Ах, если бы израильский народ понял это и доверился бы Господу всем сердцем, Господь бы ввел их в землю, обетованную через смерть ветхой природы. Но они не хотели расставаться со своей ветхой природой, потому и умерли вместе с ней в пустыне. Два человека только вошло в землю обетованную. Вы помните, кто? Иисус Новин и Халев. О них сказано, что они были иного духа. Иной дух – это дух смиренный, сокрушенный. Это дух, послушный Господу. И написано о них, что они совершенно повиновались Господу. И в точности последовали за Ним. Вот потому и вошли. Итак, а какая табличка сегодня символизирует твою и мою жизнь? Те пять, о которых мы говорили? Или та последняя, шестая? Такая важная и нужная, но так редко встречающаяся среди нас христиан. Последний пример. Не так давно я прочитал про Уэсли. Помните, Уэсли – это был замечательный проповедник, который проехал всю Англию на коне, проповедуя Слово Божье. Он сильно проповедовал о Господе. И последствия его проповеди были сильные. Через сто лет один путник проезжал по той местности и хотел найти кабак. Он остановил крестьянина и говорит, где здесь можно выпить, уважаемый? А тот ему говорит, в радиусе ста миль вы не найдете ни одного питейного заведения, потому что сто лет назад здесь проповедовал Уэсли. Сильнейший человек, которого Бог использовал, проповедник для пробуждения Англии. Но у него была очень строгая жена. Он поздно женился на вдове очень богатой женщине, и она была очень строгая. Она часто его ругала, даже била. Один человек, его друг, зашел к нему домой, когда он приехал с путешествия и увидел такую картину. Она сидит на нем верхом, дерет его за волосы и бьет его, ругая его с такими словами. Но он не унывал, садился на коня и снова ехал проповедовать. Да, у больших людей большие испытания и жало вплоть. Но я что хочу сказать? Уэсли никогда не сказал ни одного плохого слова на свою жену. Он всегда говорил, это мой ангел, который послан Господом для моего смирения. Это может сказать только человек, у которого нету внутри злого зверя, у которого этот злой зверь пошел на крест и умер там. Давайте проверим свою жизнь семейную. Когда у нас, да, я не говорю, что у нас сестры такие, наши сестры замечательные, они действительно ангелы. Никто же вас не бьет, правда? Но иногда бывают напряжения в семье. Как мы из них выходим? Я слышу столько скандалов, столько перебранок, столько напряжений в наших семьях. Но почему не сказать, да, это же мой ангел, она дана мне для смирения. Да, иногда, ну, бывает, ну, говорит правду обо мне. Ну и слава Богу. Пусть ругает. Это же будет служить только для славы Господа, если мы смиряемся. Мы не смиряемся. Мы ругаемся только по одной причине. Да потому что наш злой зверь еще жив. Он никогда не будет терпеть, когда тебя ругают. Он всегда будет отвечать. Он всегда будет злиться в ответ. Нет, друзья, так кого мы лелеем в наших сердцах? На крест его. Если у нас еще возникает желание и негодование с кем-то спорить, на кого-то злиться, подумайте, кого вы лелеете в своем сердце? На крест его. Да будет Господь в помощь нам в этом деле. И да поможет Он нам, чтобы исполнить это слово. А оно очень ясное. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Аминь.